В театральном сквере Чебоксар буквально яблоку негде упасть. Пойдешь налево, найдешь народную вышивку. Пойдешь направо, встретишь самобытные романовские игрушки, которые благодаря особой технологии изготовления, как ничто другое заставляют звучать старинные русские мотивы. У каждой глильной игрушки, у каждого своего промысла, свои особенности, которые зависят прежде всего от глины. Наша глина, она вот такая черненькая, вот я только что цепила игрушечку. Но после обжига она становится светлая, светлого оттенка, и на этих светлых оттенках красиво разные цвета глазури растекаются. Изучить, к примеру, гончарное дело на фестивале можно от А до Я. Участник из Мордовии продемонстрировал работу на деревянном гончарном станке, который смастерил сам. А вот полюбоваться уже готовой керамикой можно было у гостей из Архангельской области. Осноборский район – это родина трех народных росписей. Уфтюшская, Ракульская, Пермогорская. Сюда вот мы как раз и привезли товар с нашей росписью. Ну а еще когда-то Красноборский район славился керамикой, лудонская керамика. Поэтому сегодня здесь представлены сувениры еще и по керамике. Конкурс «Русь-мастеровая» стартовал в Мариинском посаде. А уже на следующий день в Чебоксарах мастера представили результаты своих трудов. Кстати, здесь 87 участников из 31 региона России. Несмотря на то, что участников фестиваля много и все они разные, их объединяет умение творить, имея под рукой небольшое количество приспособлений. Участники фестиваля из Великого Устюга, что в Вологодской области, рассказали, что для традиционной шимогодской резьбы по бересте и дереву нужно всего два инструмента – нож и шило. Шилом мы наносим рисунок на бересту, а ножичком вырезаем фон. И получаются вот такие изделия. Уникальность этого промысла в том, что это все ручная работа. У нас ни один рисунок, ни в каждом изделии не повторяется. Если для того, чтобы изготовить резную тарелку, участнице из Вологодской области понадобилось около 8 часов, то гости из Саратовской области Светланы Белоноговы может сплести пару лаптей за 3 часа. Она продолжает дело своего учителя – чувашского мастера Василия Адюкова. Я у него научилась плести лапти, вот, и приехала в Чувашию теперь передать от него поклон всем чувашам. Чтобы сплести лапоть, нужны кочедык, колодка, на которой будет плестись лапоть, и, собственно, само лыка, из которого лапоть плит тут. Вот у меня сейчас липовая лыка, которую добывают по весне. Вот недавно ходили в лес добывать. Помимо этого, народные умельцы из разных уголков России и матушки представляли свои работы по вышивке, ткачеству, текстильным куклам и художественному бисеру. Тем, кто не увидел эти уникальные работы по декоративно-прикладному творчеству, остается надеяться, что выставка не минует чувашскую землю в следующем году. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.